Так, зверски, поступить 18 лет. Малышка осталась, годик малышки, еще беременная. Свекровь убитой девушки не может сдержать слез. 18-летнюю Яну Смирнову в тот вечер ждали из магазина с продуктами. По мобильному телефону она сообщила, что уже идет домой, но так и не пришла. Сын побежал, он когда увидел, вот так вот открыл, там кровище такое, он напугался, третет, думал, может она живая или что. Прибежал домой, кричит, говорит, мама, говорит, ее, наверное, убили. Окровавленное тело родственники нашли буквально в 100 метрах от дома. Вот здесь, под деревом. Позже следователи установят, девушки нанесли более 20 ударов ножом в шею и спину. Она была на четвертом месяце беременности. Вместе с супругом приехала в село Кумак Изорска погостить. По месту своего жительства был задержан 17-летний местный житель. У него в доме были обнаружены также продукты питания, которые он забрал у этой девушки. Он просто сидел, кушал эти продукты. Очевидцем происшествия данного преступления является родной брат подозреваемого. Оба задержанных брата 17-19 лет часто выпивали. Кто именно убивал беременную девушку? Младший один или вместе со старшим выясняют следователи. Муж погибший не скрывает эмоций. Варвары, сволочи. Надо убивать таких. Или на электрический стул их вообще сажать. Уже позже выяснилось, 18-летняя Яна стала случайной жертвой. Она просто попала под горячую руку, когда выходила из магазина. До этого предположительно 17-летний юноша зарезал, а потом сжег двух 50-летних женщин. Эти руины и все, что осталось от дома, где произошло преступление. Один из подозреваемых распивал спиртные напитки в одном из жилых домов вместе с двумя местными жительницами. Впоследствии решил убить их. Нанес им множественные ножевые ранения ножом. После чего, возможно, с целью сокрытия преступления поджег дом. Потом направился гулять по поселку. Встретил случайно женщину, которая возвращалась из магазина. В сумке у нее были продукты питания. Также решил ее убить. Мотивы тройного убийства до сих пор непонятны. Пока допрашиваются все, кто мог видеть, как совершались преступления. От такой хладнокровной жестокости вздрогнули даже следователи. Выполняя следственные действия с задержанным, 17-летним, они не увидели ни капли сожаления, ни жалости в его глазах. Он пояснил следователям, что просто захотел убить. У погибшей Яны Смирновой остался сын Ваня. 20 января ему исполнится год. В этот день в селе Кумак пройдут похороны убитых. Как такое могло произойти, что 17-летний юноша зверски расправился с тремя женщинами? Случившиеся до сих пор не могут поверить жители села Кумак. Ответ на этот вопрос ищут следователи. По факту убийств заведены сразу два уголовных дела. Сейчас устанавливается, насколько подозреваемый был вообще вменяем. Но уже очевидно, что за хладнокровную расправу ему может грозить высшие меры наказания – пожизненное лишение свободы. Андрей Евлев, Виктор Грешенев, Михаил Ракицкий. Наше время. Село Кумак. Новоорский район.